МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Повальное подорожание. Родители жалуются на то, что в магазинах залетели цены на школьную форму и канцелярские принадлежности. Отметить праздник на родине. Первый космонавт Казахстан Токтор Аубакиров прибыл в Карагандинскую область. В Каркаролинском районе пройдут торжества по случаю 70-летнего юбилея космонавта и 25-летия полета в космос. Огонь, воду и медные трубы пройдут военнослужащие регионального командования Орталых. На Чкаловском водохранилище проходят учебно-методические сборы экипажей бронетранспортеров. Единую школьную форму в предстоящем учебном году вводить не будут. А все из-за того, что родители не успели выбрать модель. Несмотря на это, школьная одежда, как и прочие принадлежности, резко выросли в цене. Родители жалуются, что вместе с формой подскочили в цене и канцелярские товары. По словам родителей, в среднем на одного школьника уходит порядка 30 тысяч деньги. Очень сложно приходится именно многодетным семьям. Рост цен на канцелярские товары заметен невооруженным взглядом. По словам продавцов, подскочили в цене именно тетради и ручки. Подорожание составило от 30 до 60%. Также продавцы советуют покупать школьные принадлежности в начале лета, потому как к первому сентября спрос на товар возрастет, а спекулянты смогут подзаработать, взвинтив цены. А к горячему сезону цены подскочат еще на 15%. Полицейские освободили из трудового рабства 52-летнего карагандинца. Больше года его незаконно удерживали на одной из зимовых в Женаркинском районе. Заявление о пропаже мужчины в полицию подала его сестра. Поиски вели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Спасенный из трудового рабства рассказал, что его больше года насильно заставляли пасти овец. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на этой же зимовке обнаружены и другие работники – три мужчины и женщины. Однако они отказались писать заявление о незаконном лишении свободы. Их привлекли в качестве свидетелей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Женаркинском районе сотрудниками УБОП ДВД области установлено местонахождение потерпевшего, который пояснил, что с 15 мая прошлого года находился против своей воли на зимовке, где принуждали к выполнению хозяйственных работ, а именно пасти овец. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 126, часть 3, пункта 2 Уголовного государства Республики Астан. Незаконное лишение человека свободы с целью эксплуатации проводится расследование. Первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров посетил Караганду. В шахтерскую столицу наш выдающийся земляк прибыл в преддверии празднования 25-летия первого полета в космос и своего 70-летнего юбилея. Герой страны приветствовал глава региона Аим Амрина с подробностями. Токтар Онгарбаевич прилетел в Караганду со своей свитой. Его окружали дети, внуки, заслуженные артисты страны и выдающиеся летчики-космонавты. Встреча прошла в теплой, почти домашней атмосфере. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков отметил неоценимый вклад национального героя в годы становления страны. Он пожелал, чтобы молодежь Карагандинской области пошла по стопам космонавта и прославила Казахстан. Молодежь смотрит и ставит себе в пример, будем надеяться, что из нашей Карагандинской области, из нашего региона, в том числе из Каркаролинского района, будут еще в будущем покорители космоса и люди, которые будут говорить о том, что именно выбрал эту профессию и добился этого благодаря примеру своего земляка, который ставил перед собой эти задачи и их достигал. В адрес юбиляра звучало много комплиментов. Его коллеги отзывались о нем как о чутком и многогранном человеке. Задушевные рассказы вызывали улыбки и аплодисменты. Праздничная нотка сменилась подарками. Доктору Аубакирову вручили его собственный портрет, написанный карагандинским художником, памятную книгу с теплыми пожеланиями и дары, приятные сердцу истинного казаха Чапан Искакуна. Кличка Чек, мазь буланная, пол жеребец, порода высококровная. Свой Чапан доктор Унгарбаевич надел на плечи Аксакала космонавтики, 90-летнему герою СССР Александру Волкову. Тот в свою очередь поведал о совместных приключениях. Кроме Волкова юбиляра пришли поздравить и другие представители космической отрасли России и Австрии. После встречи доктор Аубакиров уделил внимание журналистам. В интервью он рассказал, что мечтал о космосе с детства. Также он отметил, что карагандинский регион навсегда останется его отчизной. После принятия независимости Казахстана Караганда и Карагандинская область вообще преобразились. Да, неузнаваемости преобразилось все здесь. Да, есть кризисные дела. Да, не все хочется видеть таким, как это есть. Но то, что сейчас карагандинцы живут лучше, чем когда-то, это 100%. В маршруте космонавта посещение гостиницы «Чайка» и областного краеведческого музея. 29 июля в Каркаралинском районе состоится главное торжество – открытие стеллы «Великая степь» из Сарарки в космос. Далее жители и гостей района ждут украшенные юрты, праздничный аз и скачки. Аим Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С начала лета 22 человека отравились бахчевыми культурами. Такие данные приводят санитарные врачи. В арбузах и дынях из Шимкента, ЖТСУ, Туркестана и Махтарала обнаружено повышенное содержание нитратов. Арбузы и дыни. Сегодня это, пожалуй, самый распространенный продукт на городских рынках. И не только на рынках. Бахчевыми торгуют и во дворах, и на обочине автомобильных дорог. Вот только проверить качество можно лишь на официальных торговых площадках. Санитарные врачи периодически проверяют арбузы и дыни на содержание нитратов. Ситуация обнадеживающая. Только 8% из всех проб показали повышенное содержание вредных веществ. Было отобрано где-то 1600 проб продукции. И 8% продукции оказалось с повышенным количеством нитратов. Но за эпидсезон эта продукция отбиралась где-то с мая по июль 2016 года. За эпидсезон в областную инфекционную больницу обратились 22 человека, которые связывали свое заболевание с употреблением продуктов. Но где-то 14 человек говорили, что они употребляли арбузы, а 8 человек где-то говорили о дынях. И все же специалисты Управления по защите прав потребителей советуют воздержаться от употребления бахчевых культур до начала сезона. Как известно, самые спелые и полезные ягоды появятся на рынках ближе к середине августа. И, конечно же, санитарные врачи не рекомендуют покупать арбузы и дыни на обочине автомобильных дорог. Поскольку этих торговцев практически никто не контролирует. А значит, из-за качества никто не ручается. Андрей Тенжак, Сылк-Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, впереди реклама не переключается. И мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Форсирование реки, работа с вооружением, обслуживанием, бронетехники. Эти навыки продемонстрировали экипажи бронетранспортеров регионального командования «Орталык». В Карагандинской области проходят учебно-методические сборы Национальной гвардии. Форсирование водной преграды – это наиболее сложный и опасный этап прошедших учений. Но если бронетранспортер подготовлен по всем правилам, то неприятности ждать не приходится. На трибунах старшие офицеры регионального командования «Орталык» пристально следят за выполнением задания. За рулем одного из БТРов – контрактник Кайрат Жакупов. Он служит в Карагандинской войсковой части 54-51. В таких учениях принимает участие каждый год. Кайрат признается, что главное – это не паниковать, а четко и правильно выполнять все действия. Хотя момент волнения присутствует всегда. Самое сложное было то, что внутри находится замкнутное пространство, и когда в воду входишь, чуть-чуть растеряешься со временем, а потом уже, когда уже в воду начинаешь заплывать, уже нормально становится, уже не теряешься. Плавание сегодня прошли хорошо, в общую оценку отлично. Препятствия преодолели, змейку прошли. Ну, там, еще какие-то задачи были здесь. Выполнили все полностью. Учебно-методический сбор на Чкаловском водохранилище проходит в рамках боевой подготовки с экипажами бронетранспортеров регионального командования Орталык Национальной гвардии. Главная задача – усвоение практических навыков. В ходе учебно-методического сбора отрабатываются вопросы боевой готовности, переброски войск, размещения в районе сосредоточения, ремонта, эксплуатации, эвакуации техники в полевых условиях. Совершенствуются навыки экипажей бронетранспортеров при действиях при вооружении и технике и совершенствуется боевая слаженность экипажей бронетранспортеров. Необходимо отметить, что на ежегодных войсковых соревнованиях военнослужащие регионального командования Орталык показывают стабильно высокие результаты, на протяжении нескольких лет занимая места в тройке лидеров. По мнению командования, это результат ежедневной работы. Вот и с сегодняшним учением была поставлена высокая оценка. Да, все поставленные перед нами цели мы выполнили. Экипажи бронетранспортеров в ходе учебно-методического сбора получили твердые навыки при подготовке техники, непосредственно вождение, ремонта, восстановления техники, действия при вооружении бронетранспортеров и при преодолении водной преграды. То есть все поставленные перед нами цели мы достигли. Учебно-методический сбор продлится до конца недели. В последний день экипажи поборются за звание лучшего. Победитель будет представлять нашу область на республиканских соревнованиях. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Александр Царикетзе, Первый Карагандинский. Карагандинские бизнесмены не торопятся принимать участие в приватизации. За последние два года в частные руки было продано лишь три организации. И тем не менее областные власти намерены в срок выполнить программу. 50 организаций с государственным участием должны быть приватизированы до 2020 года. Такие данные в ходе брифинга озвучил руководитель управления госактивов Мурат Кадеков. За два последних года продано лишь три организации. На протяжении нынешнего года властям предстоит продать 15 госпредприятий. В следующем году будут выставлены на торги 18 организаций. Среди них и средства массовой информации. В основном это районные газеты. Последние торги показали, что бизнесмены Карагандинской области неохотно принимают участие в торгах. Может быть потому, что одно из главных условий – сохранить профильное направление организации. Собравшиеся журналисты проявили большой интерес к теме приватизации, в особенности, когда речь шла о продаже газет. С основной, во всяком случае, нашего городского основного сообщества, предпринимательства пока не имеется. Сколько объектов у нас сложилось. Конечно, интересный вопрос о спортивных клубах. Это вопрос, конечно, интересный для предпринимателей. С одной стороны, потому что сейчас вы знаете, что футбол – это огромный отрасль, бездорожный масштаб. Да, где можно зарабатывать большие деньги. Но, однако, пока инвестиционная привлекательность, как и она, низкая для предпринимателей нашей Альянской области. Несмотря на низкую активность местных предпринимателей, областные власти намерены в срок выполнить комплексный план приватизации. Большие надежды связывают с иностранными инвесторами. В заключительном третьем этапе приватизации примут участие компании из-за рубежа. Александр Цирикидзе. Первый – карагандинский. Экономьте электричество. Тогда сумма в квитанциях станет меньше. К этому призвал директор фирмы «Караганды Желый Сбыт». В ходе заседания гражданского совета обсудили проблему жителей домов, которые не имеют центрального газового и теплового снабжения. Ежемесячно им приходят многотысячные счета за электроэнергию. Несколько тысяч карагандинцев живут в многоэтажных домах, где из всех коммунальных услуг имеются лишь холодная вода и электричество. Готовить еду и отапливать свои квартиры горожанам приходится электроэнергией. На заседании гражданского совета обсудили проблемы этих жителей, главной из которых – большие счета за электричество. Для меня это является социальной несправедливостью по отношению к таким жителям. Мы много лет обращались к исполнительной власти с просьбой обеспечить нам теплоснабжение. Соответственно, меры не принимаются, производятся отписки и ссылки на всевозможные трудности, как бюджетные, так и строительные и тому подобное. Гражданский совет по этой проблеме собирался дважды. В апреле и в мае тогда была предложена разработать дифференцированный тариф на электроэнергию. Однако до сих пор никаких конкретных цифр услугодатель не представил, заявил представитель жильцов. Руководитель компании «Караганды Жилузбыт» с этим не согласился. Услугодатель заявил, что работает исключительно по тем тарифам, которые были одобрены антимонопольным комитетом. Соответственно, все расчеты мы предоставляем туда, все ваши письма мы на них отвечали, давали вам информацию. То, что вы оттуда не взяли какие-то цифры, это уже, извините, ваши проблемы. Если есть какие-то конкретные вопросы, я вас приглашаю к себе. Давайте еще раз сядем, я вам еще раз все разложу. Стоит также отметить, что у гражданского совета «Караганды» есть претензии к самой фирме «Караганды Жилузбыт». Компания является субъектом естественных монополий, однако никаких сетей у нее нет. Организация просто занимается сбором денег с населения. Об этом в гражданском совете говорили еще в мае, планировали даже обращаться в суд. Что касается нынешней ситуации, то, по всей видимости, «Караганды Жилузбыт» не хочет менять свою тарифную политику. Но придется. В числе предложений, которые разработает гражданский совет, обязательно будет назначение специального тарифа для данной группы потребителей. Андрей Тенжек, Салк-Нуртай, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сау Болмсдар. Редактор субтитров А.Семкин